Уважаемые участники Дня Сибирского поля, я рад вас приветствовать от имени алтайских селекционеров прямо на опытном поле селекции яровой мягкой пшеницы перед вами в кадре некоторая часть той работы которую мы проделываем здесь вы видите все как бы часть в натуре но тема моего выступления это вкратце рассказать об основных направлениях селекционной работы и результатов которые мы получили последние годы ни для кого не секрет что селекционное улучшение растений в смысле повышение продуктивности устойчивости к лимитирующим факторам той или иной зоне возделывания является мощным рычагом интенсификации растеневодства это доказала и мировая практика достаточно вспомнить зеленую революцию 60-70-х годов когда в результате селекционного изменения облика внешнего облика растения пшеницы урожайность практически была увеличена вдвое в ряде восточно-азиатских стран на алтае селекция зерновых культур включая пшеницу несмотря на определенные трудности связанные с технической оснащенностью не до дефицитом профессиональных кадров отсутствие искусственного климата надо признать развивается все-таки достаточно успешно но например по яровой мягкой пшеницы за последние 20 лет создано 18 сортов не считая сорта созданные выведены совместно с селекционерами казахстана три сорта азимой пшеницы 8 сортов твердой 9 сортов ячменя 6 сортов овса и того 44 сорта которые в настоящее время возделывается только в алтайском с крае около на площади около двух миллионов гектаров сорта алтайской селекции востребованы и конкурентоспособны в ряде регионов сибири а также в республике казахстан монголии и на дальнем востоке селекция яровой мягкой пшеницы значит традиционно разбивается и значит реализуется в рамках научной парадигмы основной научной идеи которая состоит в том что в каждой почвенно климатической зоне будь то алтайский край или другой регион существует лимитирующие факторы первого порядка именно эти факторы и ограничивают урожайность ну например в степи это засуха высокие температуры если средняя часть брать алтайского края то эта смена значит умеренная засухи и недостатка азота восточные районы края как правило там урожайность связана с генетическим потенциалом сортов то есть для стабилизации производства зерна в алтайском крае необходимо как мы частенько говорим на агроконференции по крайней мере три и типа сортов степные жаростойкие засухоустойчивые полуинтенсивные умеренно засухоустойчивые и отзывчивые на средства интенсификации и наконец сорта интенсивного типа с высоким потенциалом урожайности устойчивые полигонию и болезням нами создано 15 сортов они достаточно хорошо известные степные сорта это степная волна степная нива тобольская степная полуинтенсивные новые сорта алтайская жница тобольская интенсивная группа интенсивных сортов это алтайская 325 алтайская 70 алтайская 75 которые хорошо известны в сибири на дальнем востоке возделываются в монголии в казахстане но как бы время идет вперед значит встают перед селекцией новые задачи лет 15 назад мы уже стояли перед проблемой значит путей повышения урожайности устойчивости новых сортов и осознали и увидели на практике что дальнейшая работа в рамках высокорослого сибирского значит генотипа практически исчерпала себя нужны были новые идеи новые подходы и к счастью все как бы сложилось неплохо для алтайских селекционеров тут началась как бы период было приятных лет мы завязали очень плотные контакты с селекционной фирмой старейшей германской штрубы получили доступ к новейшим западноевропейским сортам такие как например тибальт гамлет гранус и другие эти этот исходный материал использовался нами в селекционной работе используется до сих пор и благодаря именно вот новому генетическому материалу и целенаправленной работе мы создали совершенно новый значит генотип для сибирских условий это короткостебельные сорта высокоинтенсивного типа первенцем является лидер в 80 который уже внесен в государственный реестр развернуто первичное семеноводство и производство оригинальных семян в ряде хозяйства алтайского края а вот сорт с продуктивностью с потенциалом продуктивности 5-6 тонн с комплексной устойчивостью к болезням вот но работа продолжается и далее в этом плане и мы создали передали на государственное испытание я имею ввиду по пшенице новые сорта уже безостого типа с потенциалом урожайности 6-7 тонн с гектара это сорт гонец я надеюсь что они получат прописку в алтайском крае и заверяю вас что они являются очень мощными конкурентами на сортам западноевропейской селекции которые постепенно заполоняет наши поля будь то торидон аквилон буран и и другие которые пришли на смену тассосу и триза поэтому сейчас в арсенале алтайских производственников будут наши конкурентоспособные доступные в семеноводстве сорта еще раз повторяю пшеницы высокоинтенсивного типа это лидер 80 гонец и юнион а по кратко о других культурах по зимой пшеницы мы движемся также в направлении повышения интенсивники и продуктивности интенсивности сортов то есть устойчивости к полигонию болезням и урожайности в государственном сорта испытания находится новый сорт содружества по яровой твердой пшеницы создана как я уже сказал 8 сортов наибольшее признание и распространение получил сорт памяти янченко пользуется спросом солнечная 573 сорта азис и новый сорт шукшинка с улучшенными параметрами урожайности и качество и с хорошим качеством зерна по ячменю значит также достигнуты довольно успешные результаты сорта ячменя алтайской селекции занимает в алтайском крае 174 тысячи гектара это более 60 10 процентов среди них отметил бы сорт известный в алтайском крае за его пределами сигнал ворсинский который востребован в казахстане новосибирской области и новые сорта алей салаир ну и наконец в государственном сортоиспытании находится сорт с улучшенными параметрами урожайности и показателей качества зерна ну здесь в первую очередь белок это алтайский десятый среди сортов алтайской сортов овса алтайской селекции лидирующее положение занимает корифей общая площадь посева сортов овса алтайской селекции составляет 223 тысячи гектаров это 56 процентов от общего посева это такие сорта как я уже сказал корифей аргумент пегас ну на государственном сортов испытании находятся новые сорта различного направления использования это сорт вектор зернофуражного и крупяного направлений вектор крупнозерный устойчивый полигонию с высоким потенциалом урожайности и сорт русич направление зернофуражного и зерноукозного использования также крупнозерный урожайный и заслуживает вашего внимания и мы надеемся что он что эти новые сорта появится в производстве уважаемые участники в заключение хотел бы добавить что у нас есть довольно подробные характеристики новых сортов и сортов которые востребованы в производстве а в этом году в июне буквально появится сборник всех практически новинок алтайской селекции он выйдет в качестве отдельного сборника и его можно заказать будет по электронной почте анис собака mail.ru либо по телефонам которые вы найдете на сайте федерального алтайского научного центра агробиотехнологии благодарю за внимание